Мир вам, уважаемые друзья, дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм 2, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему Девизу, о плаке мёртвых, разбивая молнии, благодаря нашему ГУРУ-учителю Психфармичу, продолжаем рассказ о новоматичном препарате, который называется Авиадар. И сегодня мы будем говорить о побочных эффектах препарата. Конечно же, все вы знаете, что люди обычно предпочитают говорить о терапевтических эффектах и никогда о побочных. У нас не так. На нашем канале мы даём сбалансированную картину. Тем более, что препарат, в общем-то, довольно сложный. Ну и если кто не хочет изучать побочные эффекты препарата, то, в общем-то, могут удовлетвориться простой фразой. Известно, что блогеры, которые рассказывают о том или ином препарате, они любят говорить хороший, плохой, мягкий, твёрдый. В общем, хороший, мягкий. Можете дальше не смотреть. Кто хочет разобраться в побочных эффектах и в их механизмах действия, ну, пожалуйста, продолжаем просмотр. Надо вам сказать, мы говорили уже, когда говорили об эффективности препарата, мы говорили о том, что, скорее всего, он будет эффективен при длительной тревоге. Обратите внимание, мы сделали формулу этого препарата. Вы видите стрелочка вверх, то, чего он делает с нейронами. С – это серотониновые нейроны, Н – это норадреналиновые, Д – дофаминовые, А – ацетилхолиновые нейроны, ну и 4, 3 – это 3 механизма, 4 механизма. Я думаю, формула понятна. Значит, конечно, кто-то скажет, как это всё при тревоге будет. При тревоге это бывает действительно, когда длительная хроническая тревога, называется гилизованное тревожное расстройство, очень часто люди от этого устают, ну и у них начинается на фоне их тревоги возникает плохое настроение, возникает утомляемость, много чего возникает. Так что в этой ситуации, конечно же, этот препарат будет куда как хорош. Говорили мы также о том, что его можно использовать и в качестве антидепрессанта, ну потому что S, потому что N, потому что D, и, соответственно, это трёхголовый дракон, это наша с вами депрессия негодящая, проклятая, три оголовы у неё, снижение активности серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Теперь, конечно же, если мы будем подводить, ну как бы, итог всему этому обсуждению эффективности, то, конечно, препарат, я думаю, что понятно, даёт сил. Мы будем говорить сегодня о норадреналиновых нейронах. Этот препарат, кроме всего прочего, я думаю, что про дофамин говорить никому ничего не надо, все знают, что такое дофамин, все хотят много дофамина, в общем, я думаю, я даже не буду об этом не упоминать. Ну и ацетилхолин – это наша с вами память. Значит, у нас с вами есть препарат, который обладает очевидным стимулирующим эффектом. Я думаю, это всем понятно. Теперь, как это всё сочетается с другим механизмом действия, когда препарат блокирует гистаминовые рецепторы первого типа, то есть этот препарат способен, ну, обладает антигистаминовым, проще говоря, эффектом. Снижает активность гистаминовых нейронов, я думаю, так вам будет проще. Я думаю, все, кто смотрит наш канал, знают, что со снижением активности гистаминовых нейронов связаны, в общем-то, совершенно другие побочные эффекты, отнюдь не стимулирующие, это сонливость, это утомляемость, ну и то, чего никому не нравится, это повышение аппетита, ну и, соответственно, увеличение массы тела. Обратите, пожалуйста, внимание, именно в таком порядке повышение аппетита и потом увеличение массы тела, потому что некоторые думают, что жир, ожирение надувается ветром. Нет, сначала у человека повышается аппетит, он ест больше, чем ему нужно, и, соответственно, увеличивается масса тела. Надо вам сказать, что побочные эффекты, теперь переходим непосредственно к побочным эффектам препарата и антигистаминовым эффектам, конечно, в первую очередь, потому что они, как вы понимаете, противоречивая стимулирующему эффекту, мы воспользуемся классификацией частоты побочных эффектов, которая создала всемирная организация здравоохранения. Надо вам сказать, что эту частоту вы легко, вот это определение, вы легко найдете в любой инструкции. Именно в этой инструкции делятся на очень частые побочные эффекты, частые, нечастые или менее частые, по-разному иногда пишут. В общем, нечастые, наверное, лучше. Редкие и очень редкие. Ну и, конечно, начнем с частых, которые развиваются от 1% до 10% больных. Это считается, ну, достаточно часто. То есть, ну, грубо говоря, у одного из 100 или у 10 из 100. Это частый побочный эффект. Переходим непосредственно к побочным эффектам. Пользоваться я вам очень и очень советую всё-таки стандартным, стандартной инструкции, а не той, которая в справочнике, видать, который стал притцей в языцах. Притчей в языцах. Так вот, на самом деле, вот такая табличка есть в инструкции. Ну и там сказано про сонливость, головокружение, остыни. Мы сегодня головокружение касаться не будем. У меня есть несколько роликов. В этих роликах говорится о том, что на самом деле, как возникает головокружение, руки до сих пор неизвестно. Известно, что участвуют гистаминовые нейроны, но неизвестно, падает их активность или повышается их активность. Или, может быть, в одних случаях головокружение падает, в других повышаться. Участвуют отцилхолиновые нейроны, глутаматные нейроны, серотониновые, гаммкаргические. В общем, всё это довольно сложно. Тем не менее, про гистамин вы помните, да, мы сейчас обращаем, прежде всего, внимание на снижение активности гистаминовых нейронов. Вот сонливость, остыни, помните, да, слабость, утомляемость и повышение аппетита здесь, конечно, этого нет. Действительно может свидетельствовать о том, что падает активность гистаминовых нейронов. Но обратите, пожалуйста, внимание. Наблюдались в начале лечения, это текст из инструкции, не требовали отмены препарата и проходили самостоятельно. Что, собственно говоря, это означает? Это означает, что этот воздействие препарата на гистаминовый нейрон, то есть этот механизм действия, он достаточно слабый. Вот, собственно говоря, всё, что это означает. И если на первом этапе есть какая-то сонливость, есть какая-то слабость, то потом процесс лечения проходит, потому что вот этот активизирующий, стимулирующий эффект начинает просто у препарата преобладать. Так что, разобравшись с этим самым слабым достаточно гистаминовым эффектом, антигистаминовым, кстати, вы можете просто посмотреть в инструкции, там, в принципе, так и написано, что действие... Вот картиночку я такую показывал, очень-очень такую, сейчас я верну, я уж люблю очень-то эту самую картиночку, придётся листать его, уж ради бога, меня извините. Но, тем не менее, я листаю, вот на этой картиночке слева диаграмма такая-то, такая не то бабочка, не то стрекоза, и вот по размеру этого выброса, в общем, ясно, какие, собственно говоря, силы воздействия на те или иные рецепторы. Если там присмотритесь, то будет заметно, что, в общем, на гистаминовые нейроны действует это всё не так эффективно, что и подтверждается, собственно говоря, побочными эффектами этого препарата. Теперь давайте перейдём к менее частым побочным эффектам, которые развиваются у одной десятой до одного процента пациентов. Действительно, это не частый случай, потому что, ну, максимум это один из ста, то есть, представляете, вот 100 человек принял препарат, и только у одного максимум может эти побочные эффекты развиться. Тем не менее, значит, в этих побочных эффектах есть побочные эффекты, связанные, вот они так обведены, кружочком это напряжение мышц, связанное с напряжением болями, напряжениями в мышцах. Есть и, кстати, частый побочный эффект, это головная боль. С чем связаны эти побочные эффекты? Ещё раз говорю, большая часть побочных эффектов не частые, головная боль частая. В чём тут дело? Значит, повышение активности норадреналиновых нейронов. Дело в том, что головная боль напряжения – это повышение активности глутаматных нейронов, норадреналиновых нейронов, которые спускают субстанцию П. Посмотрите, у меня есть головная боль, лечение головной боли, есть плейлист, там всё это, о всём этом говорится. Так вот, значит, чем, собственно говоря, чем занимаются норадреналиновые нейроны? Они ускоряют проведение импульсов в мышцах. Ну и, соответственно, если у нас с вами повышается норадреналиновая активность, то, конечно, с одной стороны, хорошо, мы начинаем с вами двигаться быстрее, но, значит, импульсы по мышцам быстро проходят, и, соответственно, конечно же, они напрягаются больше, чем обычно. Поэтому головная боль напряжения может в этом случае быть. Я думаю, что головная боль напряжения не является в данной ситуации большой проблемой, потому что всё-таки, если вы обратите внимание, участие в головной боли напряжения принимают другие нейроны тоже. Глутаматные нейроны, которые спускают субстанцию П, это тоже очень важная субстанция П, это воспаление. Головная боль напряжения – это всегда воспаление. Поэтому иногда используют нестероидные противовоспалительные средства, чтобы это воспаление снять. Глутаматные нейроны здесь даже более важны, потому что это не только общий тонус мышц, но это ещё и болевая чувствительность. Здесь в данной ситуации препарат на глутаматные нейроны не действует, на нейроны, которые спускают субстанцию П, не действует. Поэтому я не думаю, что это будет серьёзной проблемой. Конечно же, антиастеническое действие у этого препарата есть и будет, поэтому, ну что теперь делать? Некоторое напряжение в мышцах, опять же, ещё раз говорю, нечастое, то есть это где-то не более 1%, оно в общем может быть. Другие норадреналиновые нейроны, в общем, достаточно заметны. В принципе, препарат действительно вызывает, ну как бы, так сказать, прилив энергии. С другой стороны, вот всегда как-то люди пытаются разграничить побочные эффекты от эффектов терапевтических. Это один и тот же эффект. Если человек активизируется, то он может быть активизирован чрезмерно. Ну и тогда возникает беспокойство, неусидчивость, ну и нарушение сна. К счастью, опять же, обратите внимание, эти побочные эффекты норадреналиновые, они в общем-то не часто. Ещё раз говорю, это не достигает, ну скажем, 1% даже у среди принимавших этот самый препарат. Кстати, это говорит о том, что на самом деле мы правильно избрали буковку Н малую. Вы знаете, что у нас Н малая и вообще маленькие буквы означают слабое воздействие на нейроны, то есть слабый механизм действия по отношению к ингибированию обратного захвата. Мы так разделили препараты, которые действуют на рецепторы, маленькая буква, те, которые действуют на обратный захват, на белки, это большая буква. Вы посмотрите, пожалуйста, наш ролик, я сейчас на этом останавливаться не буду. Есть ещё побочные эффекты у этого препарата, у авиандра, нечастые тоже, ещё раз говорю, это в общем редкая достаточно вещь, которая связана с желудочно-кишечным трактом. Это тошнота, это боли, значит, это запор, чем это, собственно говоря, может быть связано. Дело в том, что наш с вами кишечник, это вещь, которая тесно связана с нейронами, которая нейронами управляется. Много раз я всегда советую, никогда не делайте анализ крови на серотонин, норадреналин, дофамин, потому что они отражают состояние количества серотонина, дофамина, норадреналина в крови. И это никак не связано с головным мозгом. То есть, головной мозг сам по себе, там свой серотонин, норадреналин, дофамин, отделён гематоэнцефалическим барьером, а в теле другие нейроны, которые занимаются другими делами, там свой уровень. Поэтому, когда вы измеряете этот уровень, он ни о чём вам не скажет, на самом деле, что у вас там происходит с головным мозгом. Ну и возвращаясь к нашей с вами ситуации, действительно редко бывает повышение активности серотониновых нейронов. Это может быть связано, например, с тошнотой. Знаете, что есть специальные рецепторы, которые обеспечивают тошноту в желудочно-кишечном тракте. Есть хеморецепторы, так называемые триггерные зоны, которые располагаются вне гематоэнцефалического барьера, которые связаны, тем не менее, с мозгом. Тоже может возникнуть тошнота. Серотониновые нейроны, они обладают способностью усиливать сокращение. Дофаминовые нейроны, напротив, снижать сокращение. Отсюда может быть, например, у человека и запор, и повышение активности ацетилхолиновых нейронов может тоже привести к усилению перистальтики. Так что, на самом деле, то, о чём я вам сегодня рассказал, свидетельствует о следующем. Наше предположение о том, что препарат действует, активирующий на серотониновые, норадреналиновые, ацетилхолиновые и ацетилхолиновые нейроны в целом подтверждаются, более того, в целом даже подтверждаются и наши циферки. Потому что очевидно, что вот этот антиастенический эффект, активирующий эффект авиандра, он действительно в плане побочных эффектов чаще, значит, соответственно, и действительно, может быть, правильно мы сделали, что выделили это как 4N, но там действительно получается 4 механизма, повышающие активность норадреналиновых нейронов. Как бы то ни было, мы не расходимся в своей оценке с создателями этого препарата, которые говорили об антидепрессивном, противоастеническом действии препарата, который не вызывает сонливости, который поднимает жизненный тонус, повышает работу способности человека, ну и, соответственно, он может использоваться очень-очень широко. Переходя уже к непосредственному применению препарата авиандр в клинике, я, конечно, буду рассказывать о том, что у нас, например, появился препарат, который можно официально назначать при расстройствах адаптации. Помните, да, просто 22-го года 90% населения у нас с вами устало, не хочет работать, в общем, ничего не хочет, то, конечно, у нас появление этого препарата, оно, в общем, куда как хорошо. И я думаю, что прошу любить и жаловать этот препарат, в общем, отечественный, и появился, в общем, как раз вовремя. Как всегда в конце лекции, я вас очень-очень прошу, подписка, лайк, комменты нам это очень важно, потому что мы бы хотели, чтобы информация распространялась по интернету, чтобы она была доступна для многих людей, так что подписка, лайк, комменты, уж так и устроен YouTube. Становитесь спонсором нашего канала, хотите отблагодарить нас за этот ролик, в его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!